Какие профессии на сегодняшний момент популярны в Японии? Врач, программист или учитель? Где иностранцу проще всего найти работу? В какой сфере? Сколько платят в той или иной сфере? Все это и многое другое в сегодняшнем моем видео. Всем привет! С вами снова я, Пых, и вы на канале о жизни и работе в Японии. Для тех, кто смотрит меня впервые, для тех, кто не знает, кто я такой, немножко представлюсь. Зовут меня на самом деле Саша. Проживаю я в Японии уже больше 11 лет. Из них где-то лет 10 я работаю строителем в японской фирме. Женат на японке, детей у меня нет. Вот такое небольшое приветствие. Что, как вы уже поняли, сегодня поговорим мы о работе в Японии. Дам я вам два рейтинга профессий. Первый рейтинг – это популярные и нужные профессии у японцев. И второй рейтинг – это популярные и нужные профессии среди иностранцев, которые хотят жить и работать в Японии. Дорогие друзья, сегодня я нахожусь в одном из парков Токио. Не буду называть им названия. Те, кто смотрел мои прошлые видео, может догадаться по атмосфере, по обстановочке, да, у меня за спиной. Я показывал уже в одних своих прошлых видео. Кто догадается, тот молодец. Что касаемо рейтинга профессий популярных у японцев, то здесь рейтинг очень интересный, потому что за последние 2-3 года очень многие позиции изменились. И первое место, внимание, на сегодняшний момент – это учитель школы. Средняя, старшая, младшая. Объясняется это тем, что сейчас очень много учителей не хватает. Большая нагрузка, причем не все школы, да, работают в полном режиме. Кто-то работает на удаленке. И поэтому на учителей приходится довольно-таки большая нагрузка. Учителей учителей не хватает. На втором месте – воспитатели детских садов, так называемых «хойкуин». Воспитать детских садов на сегодняшний момент тоже считается довольно-таки мало. И работа там довольно-таки тяжелая. Несмотря на то, что платят, в принципе, неплохо. В последнее время там поднимают зарплату, да, в месяц порядка 350 тысяч йен без учета налогов. И не все девушки готовы так работать, потому что все-таки работа тяжелая, сложная, морально и физически. И поэтому немало японок готовы идти, наоборот, мало японок готовы идти туда. Изменяя то, что, да, ну, она является довольно-таки востребованной. На третьем месте – медсестра Кангоси. Причем здесь объясняется тем, что, опять-таки, в условиях пандемии, да, не хватает медицинского персонала. Но и зарплата там тоже не такая уж и высокая. Чуть выше, наверное, чем у воспитателей детских садов. Четвертое место – это врач. Врачи, опять-таки, связанно с пандемией, нехватка медицинского персонала. Но тут преимущество в том, что врач в Японии, если вы закончили хороший, да, медицинский вуз, получает довольно-таки неплохую зарплату. Многие стараются во средстве открыть, например, свою клинику и могут иметь даже порядка до 10-20 миллионов годового дохода. И пятое место, самое удивительное, кстати, это Кумуин, то есть государственный случай. Сюда, как правило, относятся не только работников, да, в мэрии муниципалитета, но и полицейские, пожарные, военные. Объясняется спадом полярности того, что очень много скандалов в последнее время связаны в краске с Кумуином. Это и сексуальное домогательство, это и воровство на рабочем месте и прочее, прочее, прочее. И несмотря на то, что Кумуин является самым стабильным, наверное, работой, потому что там практически никогда не увольняют, по сути, вы сразу получаете место и должность, да, и пожизненный найм. Что касаемо рейтинга профессии среди иностранцев, то тут рейтинг совершенно другой. Причем рейтинг составлен на основе мнения самих иностранцев, мнения постановлено на интересе к той или иной профессии и легкости с консультацией строительства в той или иной сфере в Японии. Первое место занимает Gijutsu Shoku. Это профессия, связанная с технологиями, то есть, например, это работа на различных конверах, на заводах японских производителей, например, Sony, Honda, Suzuki и так далее и тому подобное. То есть, все те, кто хотят связать свою жизнь с техникой, ковыряться в моторах и так далее и тому подобное. Причем здесь важное, что я вам хочу сказать, не обязательно иметь высшее техническое образование. Вы можете, например, закончить спецучилище двух-трехгодичное в Японии и во многих случаях автоматически получите рабочее место. Причем здесь, если диплом соответствует аккредитирован, то вы можете спокойно получить рабочую визу даже после двух лет обучения в Японии. То же самое это касается и так называемых Танки Дайгаку короткосрочных в высшем заведении, как называют колледжи. Если вы его заканчиваете, и он поддерживает трудостройство в Японии, вы можете получить по нему тоже рабочую визу. Второе место у нас учителя в школах. Причем здесь конкретно это учителя английского языка. Понятное дело, что наиболее актуально это как раз таки для англоязычных, для native, которые это Америка, Англия, например, Австралия. Но, в принципе, и русскоязычные ребята тоже могут спокойно найти работу учителя английского языка, если у вас есть диплом о том, что вы учителя английского языка, есть какие-то сертификаты и так далее. Я в этом не разбираюсь, но я знаю ребят, которые устраивались работа учителя английского языка. Единственное, что здесь уровень зарплаты довольно-таки небольшой. И важно является, что учителя английского языка, который работает в Японии, да иностранцы, зарплата практически не меняется, к сожалению. Там, в принципе, на уровне порядка 300 тысяч, может 350 тысяч в месяц, и она будет постоянно только такая. Поэтому многие ребята, которые с ним работают, учатся английского языка в последующем, хотят открыть свою школу английского языка, потому что таким образом они будут получать намного больше. Третье место – это инженеры или программисты, куда еще относятся даже, то есть все, что связано со созданием софта, с инженерингом и так далее и тому подобное. Здесь могу сказать вам такое, что популярность программистов, создателей софта, игрового софта, программ для мобильных телефонов, для компьютеров, становится все меньше и меньше, и зарплата там тоже сильно падает. Да, я знаю, есть на Ютубе немало интервью, да, с теми, кто работает там в Рокутене, какой там другой еще, японский фильм, например, да, какие-то стартапы иностранных, там, возможно, платят, в принципе, неплохо. Но то же самое, например, Рокутен, да, платят, в принципе, мало на старте, порядка 220 тысяч где-то, да, выпускник вуза, но учитывая, что там включенная переработка, еще плюс 50-60 тысяч ен, да, то есть на порядка без налогов 270-280 тысяч ен вы будете получать. Но нужно учить это то, что в японских на компаниях, связанных с программированием, очень часто большая переработка, реально большая переработка, я знаю ребят, которые работают чуть ли не до последней электрички, и таким образом они, в принципе, в Японии не видели. Есть мне знакомый, например, он из Америки, он прожил в Японии порядка 5 лет, затем он вернулся на родину, и за эти 5 лет он, в принципе, в Японии нигде не был, он только делал, что работал, причем работал почти каждый день допоздна. Но если вы на эти готовы, то вперед. Средний зарплат, например, у программистов, могу сказать вам, что порядка на уровне 40-45 манов в месяц, то есть 400-450 тысяч ен в месяц, причем это, в принципе, максимум, независимо от того, там 30 будет 5 лет, либо 45, она особо не меняется. Еще раз напоминаю, что зарплата падает, так как много привлеченных специалистов из-за рубежа, в частности, это ближние страны Азии, да, к Японии, это Китай, Вьетнам, Индия. Идя с Индией очень много, которые готовы работать даже за меньше деньги, чем работают сами японцы. Четвертое место у нас, это работники в отелях, от сейчас какой-то туристический бизнес, причем здесь, знаете, зарплата-то не очень-то высокая, и сейчас, на самом деле, не так уж и требуют сюда специалисты, потому что туристический бизнес сейчас япония только начал останавливаться, да, в условиях пандемии, вот появился же новость, наверное, вы видели, что Япония открывает границы для туристов, со следующего месяца уже, в принципе, туристы из любых стран в составе групп могут приезжать в Японию, но понадобится еще немало времени для того, чтобы окончательно восстановиться, да, и вернуться к тем масштабам, объемам туристов, которые были до появления короны, до пандемии в Японии и во всем мире, соответственно. И пятое, последнее место, популярное профессии среди иностранцев в Японии, это Эйгё, то есть это все эти саларимины, ОР, да, офисные работники, офисные леди, все те, кто связаны как с продажей товаров на территории Японии, так и с продажей товаров из Японии в другие страны, и либо, да, иностранных товаров, которые привозят и продают в Японию. Вообще, салариман, да, или офисный работник считается в Японии одной из самых популярных профессий, многие, допустим, родители хотят, чтобы их ребенок раз таки работал именно в какой-то компании, и считается как бы стабильным доходом, в принципе, но не всегда является таким, потому что, я вам уже рассказывал, что в Японии немало так называемых брак-эйгё, фирма черных, где реально эксплуатируют ребят, заставляют работать очень много, и работать допоздна, при этом платят довольно-таки малые суммы денег. Но, и, в принципе, скажем так, устроиться в Ягё, да, то есть обычным областным работникам является, наверное, самым простым, потому что там ищут людей всегда. Не обязательно при этом, например, знать там английский язык, либо там русский язык, или еще какой-то английский язык. В принципе, достаточно знать на неплохом уровне японский язык, например, N3, N2, где-то, не обязательно же N1, и там найти работу вы сможете. Периодически у меня спрашивают, допишут мне в комментариях под видео, где лучше работать, где больше всего требуется иностранца, где больше всего заработок. Здесь, конечно, сказать сложно, потому что каждый ищет работу под себя. Если вы чисто ставите себе цель, чтобы приехать в Японию, например, отучиться в языковой школе, и получить рабочее место, чтобы остаться жить и работать в Японии, то, наверное, здесь лучше идти в Эйгё, то есть идти в офисные работники, потому что там иностранцы, в принципе, требуются всегда. Даже не обязательно быть на таком английского языка. То есть вам достаточно пойти на собеседование. Если вы его пройдете, вы получите рабочее место. Если же вы хотите работать уже непосредственно в том, что вы умеете, например, многие ребята, которые хотят работать атишником в Японии, то могу сказать вам честно, что уровень зарплаты атишников в Японии, он намного меньше, чем в Европе и в Америке. И многие ребята, которых я знал, и русскоязычные, и англоязычные, поработать несколько лет в Японии, уезжают в другие места, потому что там платят больше. Другой мой вопрос, то есть там какой-то стартап, например, есть такие видео на Ютубе, берут интервью у участника стартапа, когда получают чуть ли не миллионы в месяц. Но это стартап, то есть неважно, какой у вас там уровень, то есть это риски большой, потому что стартап может рухнуть. И не факт, что он будет постоянно успешен. Такие тоже моменты есть. Если вы хотите, например, как я уже сказал, работ технически, например, на заводе, вот там ковыряться с машинами, то нужно иметь техническое образование. Минимум это, да, два-три года отучиться, например, в японском технику, получается, в спецшколе, в спецучилище. При этом цена в обучении это не такая же большая. В среднем год обучения стоит порядка миллиона ет. Это чуть больше, чем обучение в языковой школе. В языковой школе в среднем 700-800 тысяч йен. Поэтому, если вы готовы учитесь, да, в Японии, то можно отучиться в языковой школе, затем отучиться, например, два-три года в профспецучилище. Но при этом важно, что вам в любом случае нужно иметь 12 лет образования, понимаете? Неважно, в ВУЗ вы пойдете, например, в колледж, либо в профспецучилище. Если вам нет 12 лет образования, вы просто туда не поступите. Кстати, многие заблуждают, что только нужно для ВУЗа. Нет, нужно для любого учебного заведения в Японии 12 лет. Получить его можно либо пойти в языковую школу, где есть такая возможность. Там за год вы получаете нехватающий вам год. Либо придется учиться, например, в японской школе. Как можно поступить в японскую школу, отучиться этот год? Если честно, я не знаю. Я не общался с такими ребятами. Я думаю, они есть в Японии, кто обучался, да, после школы, допустим, из России приезжали после 18 лет, обучая в языковой школе, затем учились в школе, поступали в ВУЗ. Все это есть. Но на это, опять-таки, нужны, конечно же, денежные средства. Если у вас нет финансовой подушки, то лучше, наверное, все-таки получить, наверное, образование сначала в своей стране, затем приехать в Японию, отучиться, например, в языковой школе, если вам нужен японский язык. А затем уже продолжать пытаться остаться в Японии, найдя рабочее место, получив рабочую визу. Дорогие друзья, вот такое небольшое видео касаемо профессии в Японии. Теперь вы знаете 5 популярных профессий среди японцев, 5 популярных профессий среди иностранцев, причем не просто популярных, это, скажем так, профессии, где иностранцы нужны, где вам больше всего найти работу и закрепиться в Японии, если у вас есть высшее образование либо образование, которое позволяет вам получить рабочую визу в Японии. На сегодня все. Я желаю вам удачи. Не болейте. С вами Лупых. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok